Итак, сегодня у нас примерки в мужском отделе. Сразу хочу сказать, что примерки получились очень неудачные или не очень удачные, в общем, как хотите, так и вы решайте. Мне не очень они понравились, если честно. Это был эксперимент, это был первый раз, и я, в принципе, думаю, что я, может быть, продолжу этот эксперимент, потому что мне было интересно, мне было любопытно. Я уже сейчас немножко лучше представляю мой размер и, в общем, что мне нужно, какие вещи. Сразу хочу сказать, что самой удачной примеркой оказалось вот это самое пальто, которое я сейчас рассматриваю, это только потому, что оно, на самом деле, оказалось женское, оно просто случайно висело в мужском отделе, я не поняла этого, взяла его в примерочное, оно мне понравилось, потом, разобравшись, поняла, что оно женское, поэтому удивилась, что оно мне было настолько подошло и, в общем, хорошо так на меня село. Ну, тем не менее, я думаю, что мы, может быть, еще продолжим наши эксперименты, потому что многие блогеры призывают покупать в мужских отделах, там лучше качество, дешевле цены, в общем, давайте будем смотреть. И, как всегда, конечно, жду ваших комментариев. Добрый день, дамы и господа, всем привет от Диты, солнечной Канады. Ну, по названию моего видео вы уже поняли, о чем сегодня пойдет речь, я нахожусь в примерочном магазине Winners, это магазин City TG Marks американский, в Канаде он называется Winners или Marshalls, есть еще такие магазины. И сегодня мы будем пробовать одеться в мужскую одежду, составить лук, составить аутфит из мужской одежды. На это видео меня натолкнул мой недавний поход в этот магазин с моим мужем, мы искали ему брюки и, посмотревшись, что висит в мужском отделе магазина Winners, я поняла, что это очень будет интересно попробовать примерить мужскую одежду. Если честно, я никогда не шопалась в мужских отделах, потому что у меня фигура, ну, вы знаете, груша и вот это вот все, все мои выпуклости, которые не очень позволяют одеваться в мужских отделах. Я решила попробовать, мне стало интересно и все, что я принесла, это вещи, которые, часть из них это Zara, часть из них это такой люксовый сегмент, например, вот это вот пальто бренда Rag & Bone, оно не очень дешевое, оно сейчас на сейле, оно стоит 230 долларов, стоило 250, у него оторвано пуговицы, видите, поэтому оно как бы вышло на сейл. Мне интересно его примерить, они все довольно маленькие на вид, я принесла несколько брюк, толстовки, джинсы, в общем, давайте посмотрим, что из этого получится, мне самое очень интересное. Сегодняшний мой аутфит летний, у нас, знаете, стало очень тепло, середина ноября, и у нас 21 градус на улице, это немыслимо, я никогда такого не видела в Канаде, что-то действительно странное происходит с природой у нас, но и мы не жалуемся, мы очень даже рады, и всю неделю будет тепло, и надеюсь, ну, то есть это долго не продлится, скоро у нас снег, зима наступит, так что вот, так что вот я сегодня в летнем, и мне даже жарко, у меня, знаете, вот такая вот кофта, этот свитер внизу, юбка летняя совсем, я могла даже легче одеться, потому что на самом деле это даже слишком жарко для 21 градуса, но все-таки ноябрь я как-то не решилась раздеваться совсем, ну все, давайте будем примерять и посмотрим, что получится у нас. Первое, что я примеряю, это это пальто, мне на самом деле не терпелось его примерить, потому что, на мой взгляд, оно очень красивое, но оно, по-моему, женское. Слушайте, я опять с застежками со всеми перепутала, вот это вот женская застежка, это мужская, это ведь женская застежка, она просто висела в мужском отделе, и я подумала, что это мужское пальто, а на самом деле оно очень красивое, ну хорошо, будем считать, что у нас одна вещь женская, а все остальное, правда, мужское, пальто очень красивое, сейчас я еще раз посмотрю, непонятно, потому что это как бы все люксовые вещи, у них относятся к департмент zero one, то есть это непонятно, мужское или женское, ну в любом случае пальто очень красивое, оно, кстати, в жизни не такое зеленое, да, ну будем считать, что первым блинком, кстати, хочу обратить ваше внимание, вот эта вот его этикетка, называется она Diane Coat, то есть это совершенно понятно, что оно женское, потому что женское имя в названии, и оно стоило 895 долларов, в магазине Rag & Ball, странный размер 12, оно такое небольшое, видите, 12, а здесь оно в Винерсе стоило 250, сейчас на селе 230, потому что у него оторвано пуговице, красивое пальто, конечно, но это не наша цель сегодня. Так, следующая вещь это пиджак, он абсолютно точно мужской, потому что это пиджак из Zara, и на нем написано Zara Man, и это 38-й американский мужской, я не очень в них понимаю, и плюс, наконец-то, тут уже я вижу, что застежка, в общем-то, на мужскую сторону. Мне очень неудобно застегивать одну рукой, сейчас я застегну и вам покажу. Ну, в общем, пока что не будет не застегнут, посмотрите, это такой пиджак, как Oxido, у него немножечко с блеском вот эти вот отвороты, немножко длинные рукава, но, опять же, их можно закатать, по-моему, пиджак очень неплохой, он немножко плеч великоватый, но, в принципе, сейчас-то модно, по-моему, главное, знаете, сколько он стоит? 17 долларов. Его, конечно, надо немножко погладить, но, по-моему, он красивый, просто можно сказать, классный пиджак. Вот, застегнула, ну, правда же, он неплохо смотрится, совсем неплохо, по-моему. Плечи широкие, но, по-моему, сейчас так модно, девочки, скажите мне. Такой мужской пиджак, как с мужского плеча, в прямом смысле этого слова. И вот даже с этой юбкой такой широкой выглядит совсем неплохо, да? Сейчас я потом померю, у меня там есть брюки еще мужские. С брюками, конечно, если пиджак еще, то с брюками у меня совсем будет, наверное, беда, потому что брюки я... для моего фигура, мужские брюки, это... Ну, в общем, посмотрим. Эксперимент же, да? Сейчас посмотрим, посмотрим, что получится. Ну, посмотрите, красавец же. Единственное, что его, конечно, не прогладить, он мятый. Буду говорить, откуда, но посмотрите, какой красивый. Здесь облаз, здесь блеск. Красота. Ну, чем же он уж такой мужской? Да ничего. Кроме застежки, конечно, неправильную сторону, но кто на это смотрит? Я сама вечно путаю. Если я кого-то увижу со стороны, никогда не пойму, на нем застежка правильная или нет, на ней, верни, на женщину. На мое удивление, мужские брюки, которые из Зары, в принципе, вполне себе нормально на меня сели. Какой-то размер, по-моему, сороковой. Я сейчас проверю. А главное, что они стоят... 8 долларов, стоили 13. Представляете? Нормальные же брюки, да? Смотрите. Вполне себе такие ничего брючки. Коротенькие такие. Я думала, что мужские будут мне длинные. Они что, как будто бы типа шорты? Нет, не шорты. Но они неплохо сидят, правда же, девчонки? Они такие шерстяные, из такого, знаете, как зимние такие. Шерстинка такая. Какого мужчины? У кого-то лилипута. Следующий Зары. Это жилет мужской. Вы знаете, как сейчас в моде жилеты? Размер смол. Он, конечно, на мне не застегивается. Мне надо было размер побольше. Но если носить его вот так вот расстегнутым, то вполне неплохо. Правда? Ну, нужно было бы, конечно, минимум, но не было размера. Ну, в принципе, так тоже ничего не было. Так, вот он жилет. Он стоит 19,99. Вот пойдешь ты пойми, а пиджак стоит 17. Фантастика. Ну, ладно. Я почему все-таки думала, что это мужские брюки, потому что у них размер... Какие-то я видела тут, кажется... Ой... Здесь написано европейский 40, американский 31. Дело в том, что в Америке... Вот здесь тоже, видите, европейский 40, американский 31. Дело в том, что в Америке 31 это муж... 31 это мужской размер. Женских размеров нет 30. Поэтому я думаю, что они мужские. Кстати, состав их здесь, наверное, плохо видно, но они... 49% cotton, 50 last, по-моему. Плестер. 50% плестер, 49% cotton и 1% last. То есть они полухлопковые. Еще одни брюки. Мужские брюки бренда Дона Каррен. Обычные такие, как будто бы брюки из плащевки. Ну, так ничего, вполне себе. Немножко они... Низкая... Низкая у них посадка. А у меня короткий джемпер, короткий свитер. Я вот прикрылась жилетом. И я вам хочу сказать, что, в принципе, они, ну, так... Не перфект, конечно. Ну, что так сидят? Ну, не смерти. Ну, конечно, не очень. Могло быть тем лучше. Вот они узковатые. Ну, ладно, ну, как бы... Я ошиблась. Я не только с ними ошиблась. У меня тут еще пара брюк, в которые я не влезла. И шорты, в которые я не влезла. Так что... Не только с этими брюками я ошиблась. Но я должна сказать, что я мужские размеры не очень хорошо знаю. Поэтому я... Никогда не примеряла мужские размеры. Поэтому мне трудно сказать. Но если надеть эти брюки с большой такой длинной толстовкой, то они вполне неплохо выглядят. Они просто здесь такие, знаете, низкая посадка и узковатые. А так, в принципе... Посмотрите, да? Это толстовка. Это толстовка размера медиум мужской. И последняя, девочки, нашла джинсы Levi's. За два толстов у нас на серии. Два толстов. Были две четыре. Видите, линии. Они немножко здесь маловаты. Я поэтому так не буду показывать. Потому что, в принципе, там все. Вываливается, переваливается. Но, в принципе, я вам хочу сказать, что они ничем не отличаются от женских. Вот эти мужские Levi's. Они совершенно нормально сидят. И абсолютно... Выглядят абсолютно... Ну, как бы... Леджит, что называется. На женской фигуре. Даже не такой, как моя. С выпуклостями. То есть... Просто надо бы немножко больше размер. Потому что они, как бы, так плотные. А так вполне себе очень даже... Очень даже неплохо. Ну что, мы начнем одеваться в мужском отделе? Что вы скажете? А то женского нам мало. Женского отдела нам маловат. Королевства маловат. Развернуться нет. Так. Вот эта толстовка. Видите? Размер medium. Стоила на 30 долларов стоит. Брючки джинсы Levi's. Приносели за 20. Какой-то размер? 30. Мне, наверное, надо 32. Ну, только они, видите, на вид не маленькие вроде, оказывается. Маленькие. А главное, что они по длине у меня хорошие как раз. Это 510 Skinny Levi's. Окей. И тут у меня еще есть шорты. И вот такие вот прекрасные голубые брючки, в которые я не влезла. Поэтому я их вам не мерила. Жаль. Они такие красивые. Тоже на сей любится 16. Все, дорогие девочки и мальчики. В основном девочки, конечно. Вот такие у нас получились веселые сегодня примерки. В мужском отделе. Не все получилось, как я задумывала. Не все получилось, как я хотела. Но все лягно. Как получилось, так получилось. Не судите строго. Все. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Пока, пока, пока. Пока, пока. 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 Продолжение следует...